Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина, 30 июня 2022 года. У нас сегодня техникум, как я и анонсировал в предыдущих передачах. Наш техникум будет посвящен неожиданной для нашего канала теме, новой теме, топительные системы, котлы на древесном биотопливе. После анонса я заметил по вашим комментариям, почтенная публика, большой интерес. Также я заметил, что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Судя по комментам, некоторые ожидают рассказа о том, как из ржавой бочки, палок и еще чего-нибудь сделать какую-то страшного вида буржуйку военного времени. Нет, 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 нет. Дорогие товарищи, мы будем говорить совсем о другом. Мы будем говорить о том, как на базе современных знаний и технологий, можно сделать максимально эффективную, экологически чистую, одним словом, правильную систему отопления, которую используют в качестве топлива, всякие виды биотоплива, начиная от соломы и заканчивая торфом. Украины этого полным-полно, было, есть и будет. Украина располагает огромным сырьевым потенциалом для того, чтобы, по крайней мере, в части отопления индивидуальных, там, малых предприятий полностью уйти от импортного газа. И о том, как это сделать максимально эффективно, мы будем сегодня говорить. Как уже принято у нас в первые минуты каждой передачи, я рассказываю самое главное, самое главное, для того, чтобы это самое главное успели услышать все, кто сейчас чрезвычайно занят, занят очень важным делом. Так вот, шановные друзья, если вы, самое главное, если вы где-то прочитаете, услышите объявление, рекламу, надпись, котлы длительного горения, котлы тревалого горения, довго тревалого горения, стреляйте на звук. Стреляйте на звук. Это должно быть уничтожено. Эта пошесть, эта напасть, эта эпидемия безумия, она должна быть как-то прекращена, словами не получается. Откуда это взялось, я не понимаю. Сколько свет стоит, все конструкторы, разработчики любых цепловых машин, в самом широком смысле цепловых машин, думали только об одном. Как повысить эффективность, то есть интенсивность работы. Как получить больше лошадиных сил с одного литра рабочего объема двигателя. Как получить больше тяги с одного литра или там кубометра камеры сгорания ракетного двигателя. Но никто никогда не занимался проектированием машин, автомобиля, медленного ползания. Но никто никогда не делал электрочайник медленного или сверхмедленного закипания. Но никто никогда не давал рекламу, что-то у наших конкурентов надо полчаса подождать, пока чайник закипит. А мы сделали такой чайник, что вам придется ждать полтора часа. Но не было никогда такой бредятины. А вспоминая наши основные техникумы, например, по Spitfire, на котором стоял замечательный Рос-Ройсовский двигатель Мерлин, так рекламой, рекламным слоганом Мерлина было «Наши моторы самые прожорливые в мире». Вот так вот писала реклама Рос-Ройс. И это правильно. Потому что хороший авиамотор, вообще мотор, это такой, который способен введению все время сожрать, как можно, ну сжечь, то есть, как можно больше топлива и, соответственно, выдать больше мощности на вращающемся валу. Откуда это взялось, я не понимаю. Отродясь, такого не было. Вершиной, без преувеличения, без иронии, вершиной развития советской и российской школы котлостроения были топки скоростного горения профессора Томеранцева. Обращаю ваше внимание, скоростного горения и профессора, целого профессора. Вот всегда все думали об этом, как с единицей объема и веса получить как можно больше энергии, а никак не наоборот. При этом сама формулировка длительное горение, она вызывает у меня совершенно недумие. Вообще, что они имеют в виду? Нормальный котел, нормальный котел должен быть котлом непрерывного рения. Еще раз, единственный правильный режим работы любого котла, любой топки, это непрерывное горение, как в мартеновской печи. Ее один раз зажигают и через 12 лет тушат. Никто не занимается розжигом мартеновской печи в начале каждой смены. В нашей климатической зоне этого достигнуть невозможно, применительно к отопительному котлу, но уж, по крайней мере, осенью зажечь, весной потушить – это та задача, тот идеал, который вполне достижим. Другими словами, любой котел, который заслужит вообще право называться нормальным, сделанным отопительным котлом, предполагает непрерывную работу, запятая, а это значит возможность непрерывной, или периодической, до загрузки топливом во время работы. Ну, соответственно, при этом вообще пропадает даже смысл в этой терминологии длительное горение. Какое длительное? Сентября по март – длительное. То, что по длительным горениям вам предлагают перевести котел в режим медленного тления, наверное, понятно. Его просто душат, душат по воздуху, вот и все. Это просто котел, который задушили. То, что перевод горения в режим медленного дымного тления приведет к повышенному выбросу всякой гадости, включая смертельный ядовитый угарный газ, вы, наверное, интуитивно понимаете. Это так и есть. Причем выбросы смертельно ядовитого угарного газа будут повышаться в сотни раз, и это не преувеличение. Что интуитивно непонятно, и что вам сейчас надо просто поверить мне на слово, как в песне, вы сначала поверьте, а поймете потом. У нас будет вторая передача, там будут конструкции котлов, мы это рассмотрим. Пока, поверьте на слово, в режиме медленного тления значительная часть топлива просто вылетает в трубу, просто вылетает в трубу, и мы не только отравляем себя и окружающих, мы еще собственные деньги выкидываем в трубу. Так что при слове «длительное горение» стреляйте на звук. Теперь я должен ответить на тот вопрос, который вы мне хором задали. Других-то и нет. Но других-то нет. Что же нам покупать, если других-то нет? Даже говорят, эпидемия, она накрыла. И трудно найти котел, которым вы бы не прилепили на сайте, в рекламном буклете надпись «Котел длится на выгорение». Ну, профессор Пробожанский, вы помните, как на это отвечал. Нет, и не читайте. Но вы же не можете не покупать котлы, поэтому я готов пойти на некоторый компромисс и дать вам конкретную пошаговую инструкцию. Вот вы нашли какой-то котел. Он вам чему-то очень понравился. Ну, блин, на нем надпись «Котел длительного горения». Пошаговая инструкция. Звоните. Здравствуйте. Девушка, соедините меня с техническим специалистом. Если девушка не понимает, кто такой технический специалист, кладете трубку. Если технический специалист все-таки появляется в трубке, задаете ему вопрос. Уважаемый. Вот что вы имеете в виду? Вот у вас вот на сайте, я читаю, «Котел длительного горения». Единственный возможный, приемлемый для продолжения разговора, вариант ответа такой, «Ой, мужик, извини, блин, но я все понимаю, я сам понимаю, что это чушь и бред собачий». Я и главному об этом сколько говорил, но на нас маркетологи наехали и говорят, нет, должна быть эта фраза. Без этой фразы про длительное горение вас просто поиск не будет находить. Я сам понимаю, что это бред, извини, что так вот у нас все происходит. Ну, если такое прозвучало, в моей биографии такое прозвучало дважды в беседах с украинскими производителями, тогда можете продолжать беседу. Если вам начинают говорить, да, да, конечно, да, 12 часов, если постараться можно и 17, все, за кораблем. Кончили. Я сообщил вам самое главное. Те, кто занят, могут на этом нажать «Стоп». Я не в претензии. Вы услышали самое главное. Затаскивать к себе в дом душегубку, душегубку гитлеровского генератора угарного газа под названием «Котел длительного горения» не на дом. Теперь для тех, у кого есть время и возможность слушать лекцию по теплотехнике, начинаем медленно, внимательно и по пунктам. У нас сегодня будет три семестра. Первый, второй, третий. От простого к сложному. В первом мы рассмотрим, как построить систему отопления относительно большого здания, на полторы тысячи квадратных метров. Это простая задача. Во втором семестре у нас будет сегодня же, как построить систему отопления индивидуального дома на 150 квадратов. Это сложная задача. В третьем семестре у нас будут такие специфические виды топлива, как пилета, торф, агроотходы, отходы сельхозпроизводства. Поехали. Без лишних слов смотрим на картинку. Что тут у нас нарисовано? Нарисован домик. В чем смысл? Смысл в том, что есть у нас теплый домик. Внутри этого домика люди живут и работают. Там тепло. А зимой вокруг нас холодный воздух. В этой ситуации наш домик работает как нагреватель. Домик наш является нагревателем, который нагревает воздух планеты Земля и саму планету Земля, ее Землю. Это нагреватель. Вот все нарисовано там. Каждую секунду какое-то количество килоджоулей, мегоджоулей из этого домика вылезает через крыши стены и уходит туда, в атмосферу. А наша задача, задача системы отопления – компенсировать эти потери. Все понятно? Все понятно. Формула номер один. Мы прямо сейчас, без всяких разговоров, с вами начнем проектировать. Китайский калькулятор у меня под рукой, листок бумаги, карандаш – все есть. Итак, формула номер один – теплопотеря здания. То есть вот эта самая мощность, с которой наше здание нагревает планету Земля. Мощность – это количество энергии в единицу времени. Джоуль в секунду – это ватт. Килоджоуль в секунду – киловатт. Есть огромное количество методик, сложных, серьезных методик расчета теплопотеря здания. Они нам совершенно не нужны. Мы находимся на этапе самого оценочного расчета. И того, что здесь перед вами, нам вполне достаточно. Итак, формула. Ну, 0,025 – это коэффициент безвозмерный. S – это площадь здания, выраженная в квадратных метрах. Но если оно у вас двухэтажное, я имею в виду совокупную площадь первого этажа и второго этажа. Понятно, что T внутренняя – это температура внутри, Tn – это температура снаружи, наружного воздуха. Ну, в Цельсиях. И коэффициент К. Загадочный коэффициент К, который в себя вбирает все по поводу этого домика. Какова его теплоизоляция, какие у него стены, крыши, потолки, окна и так далее. Вот такая очень простая и в то же время достаточно разумная методика расчета. Не говоря ни одного лишнего слова, начинаем считать. Мы, как договорились с вами, проектируем отопление здания 1500 квадратных метров. Мне так захотелось. 1500. Что это может быть? Это может быть большой производственный цех 30 на 50. Такой большой цех, имени заводиком это можно назвать. Это может быть загородная гостиница с рестораном. Это может быть сельская больница, сельская школа, здание администрации сельской объединенной громады. Между прочим, это может быть то, что сейчас называется таунхаус. То есть вот эти рядные дома, когда несколько домиков на 150 квартир, как их назвать? Ну, квартирные надо назвать. На 150, допустим, квадратов 10 таких квартир соединены в один двухэтажный длинный дом. Таунхаус это называется. Вот, например, что-то такое. Вот его надо нам отоплять. Отапливать, извиняюсь. Теперь, что такое коэффициент К и какой он бывает? Коэффициент К, который отражает теплоизоляционные свойства здания, ну, в более широком смысле вообще разумность и рациональность изготовления этого здания, в данной формуле может быть разбросом от 30 до 100. 100 – это старое советское здание из сборного железобетона со щелями, безо всякого внешнего теплоизоляции. Это один край диапазона 100, на другом край диапазона с значением 30. Это будет супер-пупер современнейший дом, в котором применены все современные энергосберегающие технологии, правильные материалы, рекуперация воздуха, атерослойный какой-то стеклопакет и так далее. Это другой край диапазон. Просто нормальный дом, нормальный современный дом, допустим, сделаны два ряда пенобетона, вентилированный фасад, вот эти толстые современные теплоизоляционные панели, исключительно низкой теплопроводности, нормальный стеклопакет – это 50. Ну, просто старинный, но добротно сделанный, дом из красного кирпича в несколько слоев сложенный, по-человечески сделанный, но это, допустим, 70. Вот такой диапазон. В принципе, мне сейчас главное показать методику расчета, а теплоизоляционные свойства своего здания вы уже оцениваете, будьте добры сами. Ну, я взял 69, то есть среднее арифметическое между 30 и 100. Ну, почему 69, ну, сейчас поймете, мне так понравилось. Значит, после этого нам все становится понятно. Топить надо начинать тогда, когда за окном плюс 10. Ну, вообще, по нормативу, конечно, есть ГОСТ, ОСТ, СНИПы, там, по-моему, даже 15, но будем реалистами. За окном плюс 10 надо уже начинать топить. При этом все перед вами, потребная мощность отопления – 26 кВт. Ну, то есть мы каждую секунду теряем, выкидываем в атмосферу 26 кВт тепла. Соответственно, мощность, с которой мы нагреваем атмосферу Земли, это 26 кВт. Нам надо их компенсировать с работающим отоплением. Что такое средняя строка? Есть некие среднегодовые по результатам многолетних наблюдений, среднемесячная, среднесуточная температура зимы в Киевской области. Это минус 7. Не тратьте время на дискуссии об этом. Ну, вот, предположим, что это 7. Судя по моим трехлетним наблюдениям, сейчас в Киеве немножко теплее, ну, допустим. Будем считать, что минус 7. При этом у нас получается перепад температуры внутренней и наружной 27 уже, и, соответственно, нам нужно 70 кВт мощности отопления. И если считать, что максимальный или минимальный мороз, который может случиться в Киеве, это минус 20, там, соответственно, получается перепад 40. 104 кВт потребно. Теперь смотри внимательно, и мы уже видим уйму полезной информации. Просто уйму полезной информации. Первое, что мы с вами увидели. Мы с вами увидели, что перепад потребных мощностей очень большой. Нетрудно убедиться, что он 1 к 4. Ну, потому что мы начали с перепада температур 10 и закончили 40. То есть нам нужна такая система отопления, мощность которой можно менять аж в 4 раза. Или повышать 4 раза, повышать 4 раза. Но диапазон регулировок 1 к 4. Сразу докладываю, это недостижимо. Это недостижимо на трёготопливном, а при работающем на биотопливе. На ровах, щепе, соломе и так далее. Это не достижимо. Так что задача на самом деле перед нами стоит сложная. Следующее интересное наблюдение. Но те, кто хоть немножко в теме, те уже поняли. Те, кто никогда с этим не сталкивался, можете сейчас нажать паузу и позвонить. Прикол и Ранди в 2, 3, 4 конторы, продающие котлы. И задайте вопрос. У меня цех, полторы тысячи метров. Какая мощность котла мне нужна? Голову на отсечении, да. Иван схоживает 150 или 200 киловатт. А у нас всё-то получается гораздо меньше. Почему? Потому что, ещё раз повторяю, мы с вами работаем непрерывно. Мы обсуждаем правильную систему отопления. Мы обсуждаем такую систему отопления, которую зажгут осенью и потушат весной. Котёл будет работать непрерывно. И вот в этой ситуации, в ситуации непрерывной, круглосуточной, 24 сутки, 7 в неделю работы, мощности получается гораздо меньше. Тех, которые обычно рекомендуют все прочие продавцы. С этим мы разобрались. Теперь расчёт произведён. Пора переходить к проектированию. Моё предложение следующее. Вот оно перед вами. Один котёл на 70 киловатт. И ещё один котёл на 70 киловатт. И теплоаккумулятор на 7,5 тысяч литров воды. Надеюсь, вы уже своё возмущение высказали. Теперь я начинаю вам объяснять, что тут нарисовано. Почему 70 киловатт – это понятно? Потому что, как мы только что видели, средняя мощность, с которой нам придётся работать, в основном на протяжении отопительного сезона, – это 70. По 3070 мы выбрали котелок. Значит, этот котелок – 70 киловатт – это уже достаточно большая мощность. Что это значит? Это значит, что сделать котёл большой мощности легко и приятно, а котёл малой мощности, и возиться с ним неприятно, и ничего хорошего не получится. Ну, понимаете, есть масштабный фактор. Когда котёл достаточно большой, у него достаточно большие габариты, топочные зоны, там можно разместить правильные вещи, он достаточно немало стоит, то есть за него потребитель готов заплатить какие-то деньги, в эту стоимость можно включить все нормальные материалы, какие-то уже приборы, какую-то следящую систему, которую регулирует, допустим, поток исходящих газов и так далее. Ну, 70 киловатт – это тоже мало, конечно, 170 мне было бы гораздо приятнее. Ну, допустим, 70. Вот мы поставили замечательный котелочек, самый лучший, который смогли найти. Он у нас отработал 24 часа в сутки. Месяц, 30 дней он у нас отработал. Мы запустили, разожгли второй котелочек, а первый выключили. Он у нас остыл. Мы провели полную ревизию. Прочистили жировые трубы теплообменника. Даже в самом хорошем и правильно работающем котле всё-таки теплообменник немножко зарастает. Это мы почистили. Теплонагруженные основные элементы, то есть это колосниковая решётка или какие-то керамические элементы, камеры дожигания осмотрели, прочистили, осмотрели футеровку, ага, нашли лопнувший кирпичик, вынули, поменяли, уплотнение осмотрели, как затягиваются двери, проверили, потянули, всё, ляля, полная ляля, готовый к работе котёл, мы его заждём через месяц. Вот это вот нормальный режим работы. Нормальный режим работы. Котёл работает на свою максимальную мощность, в этом режиме своей максимальной мощности, а это и есть режим его наибольшей эффективности и экологической чистоты. Он проработает 2-3 месяца в сезон, то есть у него будет всего-то 2-3 цикла запуска. Это тоже, конечно, но это тоже уже отход от идеала, это тоже отход от идеала. Каждый запуск – это тепловой удар, это тепловой удар по керамике, тепловой удар по футеровке, это минимум полчаса мерзкого дыма, который будет идти в небо в процессе запуска и розжига. Потом это выход, выход тоже, то есть переход с работы на ноль тоже не слишком полезен для всего, что там есть. Это лишнее окорабление, это плохо, но это плохо, мы хотя бы уменьшили 2-3 цикла за сезон. Вот, зачем их 2? Я уже объяснил, что делать в Большой морозе понятно. На случай Большого мороза у нас с вами огромный запас, как мы посчитали, нам надо 104 киловатта, а у нас если 70 плюс 70, это 140. То есть у нас большущий запас по мощности, и на тот случай, если Земля сойдет с оси какой-то в Киеве, будет минус 40, и если более так разумно говорить, правдоподобно, если вы будете жить еще лучше, чем вы живете сегодня, вы захотите какую-то пристроечку там сделать, еще что-то добавить, или вы наконец решите, что для ваших рабочих надо сделать полноценную душевую с теплым полом, кафелем, цветами в предбаннике, ну, чтобы все было нормально. У вас под это дело есть еще и резервная мощность. Все очень хорошо. Все становится плохо в межсезонье. Возвращаемся назад к прежней картинке. Вот это вот межсезонье, вот эти 26 киловатт. Ну, вот где нам их взять? Если вы предлагаете мне задрасселировать котел, который рассчитан на 70, чтобы он работал на 26, это идея плохая. Это идея плохая. Такое глубокое драсселирование, такое глубокое снижение мощности пройдет к очень плохой работе во всех возможных смыслах. Поэтому мы будем не мощность драсселировать, а мы будем уменьшать время работы. Мы будем уменьшать время работы. И вместо того, чтобы работать 24 часа в сутки, да, да, к сожалению, мы будем работать только 9. 9 часов работаем, 15 часов стоим. Плохо. Не спорю. Но за эти 9 часов мы нагреваем 7,5 тысяч литров воды и закачиваем туда ровно столько энергии, сколько нам надо. Смотрим следующую картинку. Мы все равно с вами говорили за мощности, мощности. А ведь тепло-то, энергия измеряется единицами энергии, то есть киломега-джоулами. Все перед вами посчитано. Все перед вами посчитано, сколько надо закачивать энергии за одни сутки. То есть 26 киловатт, это значит 26 килоджоулей в секунду, умножаем на 3600 секунд в часу и 24 часа в сутках. Так вот, эти самые 2250 мега-джоулей, которые нам надо закачивать в здании, выдавать в здание тепла в межсезонье, когда за окном плюс 10, это, представьте себе, есть 7650 литров воды, ну я уж округлил, конечно, до 7,5, нагретой от температуры до 20 до 90 градусов. Вот если вы взяли 7,5 тонн воды, от 20 до 90 нагрели, значит, вы туда закачали 2250 мега-джоулей. Это нам и надо. То есть котел наш отработал 9 часов, нагрел теплоаккумулятор, нагрел эти 7,5 тонн воды и ждет следующего дня. Плохая, плохая работа, ничего не могу сказать, но, конечно, надо было бы вам предложить третий котел купить, но этого вы не выдержите, поэтому я этого не предлагаю. Теперь по поводу жуткого, жуткого на 7,5 тонн теплоаккумулятора, который, конечно, вызвал у вас уйма возмущений. Не спешите, уважаемые мои, спешите. Что такое 7,5 куба кубометра воды, если у вас здание 1500 квадратных метров? Поделив одно на другое, вы получите 5 миллиметров. То есть если вот у вас здание 1500 квадратов, вот если его залить водой, слоем воды толщиной 5 миллиметров, вот это как раз и они и есть, эти 7,5 куба. я не предлагаю поливать пол водой, я очень очевидным образом намекаю на теплый пол. То есть если у вас в качестве инструмента теплопередачи, теплообменника, который отдает тепло в помещение, используется не традиционный радиатор, который сбоку от меня висит на стене, а если вы сделали систему теплого пола, так система теплого пола на полу площадью в 1500 квадратов примерно столько объема жидкости ты будешь иметь. То есть когда я говорю про теплоаккумулятор, это не обязательно, это не обязательно, речь идет про он ставится экально-ориентированным цилиндрой. Это может быть и что-то другое. Например, значит, мы с вами сказали, у нас здание 1500, допустим, это цех 30 на 50. Вот представьте себе, вот это цех по периметру 30 на 50, труба, труба, кольцо трубы по всему периметру, труба кинута 120 миллиметров, один ряд, второй ряд, третий, четвертый. Вот такие вот четыре. По периметру трубой 120 мы сделали радиаторы. И знаете, какой там получается объем? 7230 литров. Только внутри этих труб, не считая радиаторы как таковые. То есть когда я вас пугаю вот этой цифрой 7,5 тонн воды, это не значит, что надо делать фундамент, на который ставить что-то 7,5 тонное. Это не обязательно так, но надо в системе, надо в системе тем или иным образом эту воду иметь. Да, еще раз повторяю, межсезонье это очень плохая и трудно разрешимая тема. Но, тем не менее, вот таким вариантом, который я вам предложил, ну, как-то мы это межсезонье, как-то мы его переживем. Далее, далее. А теперь мы переходим к главному. Главное, это, естественно, деньги. Я тут написал какие-то 460 килограмм дров. Это о чем? А это вот о чем. Нам надо получить, откуда-то найти эти 6 тысяч мега-джоли тепла в день. А для этого надо что-то сжечь. Предположим, предположим, для начала нашего разговора, предположим, что в качестве топлива мы используем очень хорошие дрова. Внимание, вопрос, что такое очень хорошие дрова? Это дуб, это акация, или это, может быть, клен, а может быть, это береза. Нет, дорогие вы мои. Хорошие дрова это сухие дрова. И чем меньше в них влаги, чем более они сухие, тем они лучше. И это единственная характеристика килограмма дров. Никакой разницы между килограммом березы, килограммом елки, дуба, граба и так далее нет. Теплотворная способность всех вот этих водоревесных волокон, естественный полимер, состоящий из целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнина, никакой разницы нет. А почему же любая безграмотная бабка это знает, а Солонин этого не знает? Бабка права, и я прав. Дело в том, что и в России, и в Украине всегда и по сей день дрова продают на вес нет. Дрова продают кубами, кубометами, объемами. И вот здесь, да, действительно возникает совершенно очевидная и понятная вещь. Бук и дуб это плотная древесина с малым количеством воздушных пор. Допустим, береза, это так называемая мягкая древесина, там больше пор. Другими словами, литр, вот мы взяли, отрезали полено объемом литр. Дубовое полено объемом один литр будет тяжелее, это, думаю, понятно каждому из личного опыта, в нем просто больше материи, вещества там больше. А в березовом полене объемом один литр вещества меньше, он легче, в нем меньше килограммов и граммов. Но, естественно, если меньше вещества, то и меньше мы получаем тепла. То есть легенда о лучшем, большей теплотворной способности дуба по сравнению с чем-то другим основана исключительно и только на сложившейся, устоявшейся традициях продавать и покупать дрова объемом. Если, когда, наконец-то, мы придем к цивилизованной жизни, будем покупать топливо на вес, будем трава покупать на вес, то никакой разницы между ними нет, между разными сортами, породами дерева, а вот влажность, да. Значит, мы с вами топим самыми лучшими дровами, но самая лучшая дрова естественной сушки это 20% влажности. Такую сухость, такую низкую влажность 20% можно получить примерно за 2 года естественной сушки. 2 года. То есть мы топим очень сухими 2 года в полейнице полежавшими дровами. Какие они из леса, но сразу при спиливании они могут быть порядка 45-50-52 процента влажности. Вот, то есть половина воды, просто половина воды, а мы топим хорошими. Значит, хорошие это 14,5 мегаджоли с килограмма, также учитываем КПД, 90%, будем считать, что только 90% тепла выделившегося при сгорании этого полена пошло в дело, пошло на нагрев воды, а 10% мы потеряли. Вот при этом расчете нам получается, что нам надо в сутки расходовать 460 килограмм дров. Стоп! Останавливаем нашу беседу, прозвучало слово КПД. Слово КПД обладает магическим воздействием на человека, по крайней мере, советского и постсоветского. Первый вопрос, который задают, когда слышат, что я какие-то котлы разрабатываю, а какой КПД? Отвечаю, КПД котла не может быть ни маленьким, ни большим, а некуда деваться тепло. Понимаете, КПД может быть маленьким, если мы, например, превращаем тепло в механическую работу, то есть делаем двигатель внутреннего сгорания, паровой двигатель, внешнего сгорания. А мы превращаем тепло в тепло, какие же там могут быть КПД. Соответственно, нормальный котел имеет КПД 90%, очень хороший 92%, а не очень хороший 87%. В целях нашего с вами оценочного проектировочного расчета это нечего даже обсуждать, поэтому у нас КПД 90%. Если у котла КПД меньше, существенно меньше, это не котел, это железное дерьмо, которое вам сучили, а вы его купили, ну, мне очень жаль. Так вот, при указанных исходных данных, КПД 90%, топим дровами 20% влажности, то есть двухлетней естественной сушки, нам надо в сутки 460 килограмм дров. Теперь мы имеем все для того, чтобы посчитать сначала физические объемы, а потом деньги. Вот зелененькая это куча дров, которые мы израсходуем за 15 лет, а рядом в том же самом точном масштабе мною нарисовано два котла по 70 киловатт. Видно, да? 15 на 15 на 15. Вот такой объем дров мы с вами сожжем за 15 лет. А вот рядом с ними домашних котельчиков. И эту картинку вы должны запомнить, простите за слово должны, я рекомендую вам запомнить эту картинку навсегда, чтобы навсегда понимать, отопление производится топливом. Отопление производится топливом. Топливо является основой отопительной системы. А котел, устройство для сжигания, это что-то маленькое, дополнительное, прилагательное, что прилагает вся к огромной куче топлива. Вспоминаю, что сейчас 22-й год и 30-й июня, точно то же самое происходит в артиллерии. Пушка это что-то очень маленькое, рядом с той огромной горой снарядных ящиков, там тысячи или две тысячи артиллерийских выстрелов, которые пушка за время своей жизни способна отстрелять. Абсолютно те же пропорции. Но все-таки наконец-то мы переходим к деньгам. Приходим к деньгам. Итак, еще одно пояснение. Какие цены? Поскольку сейчас война, цены абсолютно ненормальные. Причем они разъехались абсолютно ненормальным образом. Что-то стало непропорционально дорого, что-то наоборот стало дешево. Поэтому подумавши и посоветовавши с умными людьми, я решил, что мы просто не трогаем сегодняшние цены. Даже не пытайтесь проверять мои расчеты по тем ценам, которые вы сейчас найдете. Но какие могут быть цены, когда вы договариваете с заводом о покупке 10 тонн листа стального, а в этот завод прилетают две ракеты. Все цены я вам нашел. У меня их огромное количество в компе. У меня там была табличка экселевская примерно на 108 котлов украинских производителей. Так что какие были цены в 2018 году я хорошо знают. У нас все цены 2018 года они не соответствуют сегодняшним, но они отражают нормальные пропорции в нормальной экономике. Итак, котел 70 киловатт мощности в Украине в 2018 году стоил 70 тысяч гривен. То есть средняя цена украинского котла была примерно там 967 гривен за киловатт мощности. Но мы с вами не берем средние котлы. Мы договорились, что мы берем самые лучшие не самые дорогие, а самые лучшие. Самые лучшие стоят в полтора раза больше. А что там такое за 1,3? Понимаете, коль скоро я заявляю о том, что котел должен работать 15 лет, это значит, что за эти 15 лет с котлом надо будет проводить какие-то работы, точно так же, как с вашей машинкой. Вот машинка, на которой я сейчас езжу, ей 10 лет, я же не собираюсь ее выкидывать через 10 лет, я собираюсь на ней и дальше ездить. Надо менять фильтра и масло, это уже зависит от пробега эксплуатации, шаровые, рулевые наконечники, а потом еще что-то, а потом сцепление надо менять и так далее. Есть какие-то агрегаты, более изнашиваемые, менее изнашиваемые, их надо менять. Применить на котлу за 15 лет вам придется, конечно, парочку раз или три раза поменять дымосос, дымосос, конечно, механический, несколько раз придется поменять колосниковую решетку и другие высоко теплонагруженные элементы, футуровочка несомненно посыпется, что-то надо будет там менять, то есть на это все я еще накинул 30%, причем, заметьте, 30% от большой цены, то есть нормальная цена в полтора раза увеличенная, да еще 30% накинули на вот эти восстановительные работы. Итого, наш котел, наш котел нам придется 135 тысяч гривен, а их у нас два, еще 135. И теплоаккумулятор, конечно, не на 7,5 тонн, но все-таки, наверное, на пару тонн надо будет купить теплоаккумулятор, еще 30-очка. Итого, я развожу вас на бабки, я предлагаю вам потратить 300 тысяч гривен на оборудование вот этой котельной, два котла и теплоаккумулятор. А теперь начинаем смотреть, что у нас происходит с топливом. Как мы с вами выяснили, 460 килограмм дров мы сжигаем в день, дальше возникает самый сложный вопрос, а сколько же дней? Я предлагаю считать 120 дней. Никто так мало не считает. По всем нормативам 150, 160, 170 дней отопительного сезона. Но я не хочу, чтобы у вас даже появилась тень мысли, что я подгоняю задачу под ответ. Всего лишь 4 месяца. 120 дней мы отработали с этой средней мощностью, что такое 15? 15 лет. Итого, за 15 лет жизни нашего котла мы сожжем 828 тонн. Удельная насыпная плотность складометра сухих, очень сухих, легких дров. Итого 3300 кубометров. В 2018 году средняя цена хороших, хороших дров была 700 гривен за кубометр. Итого, итого, 2 миллиона 310 тысяч гривен. 2 миллиона 310 тысяч гривен будет стоить топливо, которое вы сожжете за 15 лет. Что в 7,7 хроноза, это очень легко запомнить, это практически стихи, 7,7 хроноза больше, чем стоимость дорогущего комплекса отопительных устройств. Чтобы вы это запомнили навсегда, картинка маленькая, красненькая это стоимость вот этого комплекса, 2 котла плюс теплоаккумулятор. Зеленая, высоченная, это столько нам будут стоить дрова за 15 лет. Видите разницу? И, конечно же, надо приходить на отопление щепой. Ну, вижу, понятно, что топить надо щепой. Все знают, что щепа дешевле. И в Европе она такая же. Вот видите, вот что там у нас данные с 08 по 17 год. Это германские данные. И мы видим, что топить щепой всегда в любой год было дешевле всего. А по сравнению с природным газом эта желтая линия где-то там в 2-3 раза получается. Ну, в 2,5 раза получается дешевле. Вот так оно все, дорогие вы мои, и выглядит. Еще раз возвращаемся к этой картинке и смотрим, что стоимость, совокупная стоимость щепы. Да, щепа я не пояснил, это надо было пояснить. Значит, дрова мы взяли с вами самые сухие, а щепут мы с вами взяли не самую сухую. Мы взяли как раз самую дешевую щепу, самую дешевую щепу. Ну, дешевая щепа это где-то 35-40% влажности. При этой влажности у нее будет теплоатурная способность значительно меньше, примерно 9 мегаджоули с килограмма. А в результате щепы нам придется сжечь гораздо больше в тоннах, как видите, гораздо больше в тоннах, но с учетом того, что щепа гораздо дешевле, мы и получаем вот такую низкую совокупную стоимость из-за сходной щепы. Обратите внимание на разницу в стоимости дров на 15 лет и стоимости щепы за 15 лет. Я там видите, какие засечки взял, что это за засечки такие? А это высота столбика котла. То есть экономия, экономия на топливе, переход от качественных сухих дров к самой дешевой некачественной щепе позволяет нам сэкономить деньги, которые в 4 раза больше, чем совокупная стоимость всех наших отопительных устройств в нашей котельной. Все, первый семестр закончился. Начинаем второй семестр и решаем неизмеримо более сложную задачу. Задачу, сразу скажу, не имеющую хорошего решения, как нам обогреть домик, индивидуальный домик на 150 квадратов. Это сложная задача. Мы начинаем, как всегда, с формулы номер 1. Вот они, наши теплопотери. Все то же самое, все абсолютно то же самое, только площадь не 1500 на 150 и вот коэффициент К, извините, уже другой. Я все-таки так подумал и решил, если вы отапливаете свой собственный дом, тоже извините, свой собственный дом надо довести до кондиции. Его надо теплоизолировать и довести его до того, чтобы коэффициент теплопотери все-таки у нас был примерно 50-49. Я взял 49, чтобы получались круглые цифры, как вы понимаете. Свой дом надо довести до состояния современного энергосберегающего дома. Это можно сделать, это абсолютно необходимо сделать. Что мы в результате имеем? В межсезонье нам надо 1,84 киловатта при непрерывной работе отопительного устройства 24 часа в сутки. В нормальную зиму при минус 7 в средний холод нам надо иметь 5 киловатт и на случай самого большого холода минус 20 нам надо иметь 7,35. В чем проблема? Проблема в том, что водотоптенного котла, ну, про 1,84 я не говорю, ни на 5, ни даже на 7,35 киловатт не бывает. Не бывает их. Нет, то есть их огромное количество бывает, но это не котлы. Это не котлы, это железные ящики внутри, в которых горит костер. Пожалуйста. Если же мы говорим про нормальный котел, то котел 5 киловатт сделать невозможно. Почему? Объясняю. Все предельно просто. Предельно просто. Еще раз, мы об этом будем говорить, будет целая следующая передача. Одним словом, сейчас, для того, чтобы котел на интервесном топливе, ну, хоть как-нибудь нормально работал, надо обеспечить теплонагруженность в 250 киловатт на метр квадратный. Метр квадратный чего? Ну, если строго по науке отвечаю, на площадь зеркала горения. Если по-человечески, по-простому, на площадь колосниковой решетки. Так вот, дорогие мои, вы решили сделать котел на 5 киловатт. 5 разделить на 250. Получается, площадь в квадратных метрах извлекаем корень квадратный. Для этого у вас должна быть колосниковая решеточка 14 на 14 сантиметров. Я думаю, понятно, что 14 на 14 сантиметров работать с таким котлом невозможно. Вам туда придется пинцетом по одной щепочке закладывать. Так работать 24 часа в сутки нельзя. Поэтому котел с той низкой мощности сделать невозможно. Котлы начинаются, вынужден вас огорчить от 40 киловатт. От 40 киловатт. Ну, например, 45 сантиметров на 35 сантиметров. 0,45 умножить на 0,35 умножаем на 250 получаем 39,375 округлено 40. Вот котел на 40 киловатт может существовать. Все, что меньше существовать не может. Или оно существует в режиме костер в железном ящике. Какие же есть варианты решения проблемы отопления дома, которому надо в среднем 5 киловатт мощности при непрерывном отоплении в обычный средний зимний день. Вариант номер один. Колхоз. Колхоз. Если вас огорчает это слово, назовите это потребительский кооператив, коллективная мини теплоцентраль и так далее. То есть мы берем вот ту самую котельную, которую мы проектирули с вами в первом семестре. 70 плюс 70, из которых один работает, второй в резерве. И вот к этой котельной мы подключаем 14 домов. 70 разделить на 14, как вы понимаете, это 5. теплоаккумулятор мы даже не ставим, потому что в межсезонье вот эти смешные мощности в 1,84 киловатта вы просто получите из обычного электронагревателя. Ну, смысла нет сжечь чего-то для того, чтобы сжечь разжигатель для топливных котел, если вам надо получить 1,84. В каждую комнату поставьте по нормальному, красивому, чистенькому, аккуратному теплонагревателю, и вы в межсезонье проживете. А на протяжении всей зимы вот мы делаем вот этот комплекс, этот комплекс 70 плюс 70 и нагружаем его на 14 домов. Идеальное решение. Идеально. Да, конечно, надо будет прокопать и кинуть какую-то мини-теплотрассу несколько десятков метров, даже несколько сотен метров, но оно все равно безусловно окупится. Это самое лучшее. Вам не надо пачкать руки, у вас будет работать нормальный профессиональный котел на 70, он может работать на нормальном топливе, например, на щепе и так далее. Это идеальное решение. Но тут возникает вопрос, и не имеющий ничего общего с теплотехникой, а имеющий общий с жизнью, жизнью. Не все хотят в колхоз, с этим мы договорились, с этим мы не договорились, и прочие особенности значится менталитета. Поэтому вместо хорошего и правильного решения я готов предложить вам неправильное решение. Вот оно перед вами. Значит, каждый, 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 кто не хочет идти в колхоз, каждый у себя в доме делает котельную, в которой стоит котел минимально возможной мощности, как мы с вами уже выяснили, это 40 киловатт. Этот котел работает не 24, а 3 часа в сутки, то есть в 8 раз меньше, 40 поделить на 8, как вы понимаете, получается 5. То есть в обычное, в обычное время зимы у вас стоит 40 киловаттный котел, он работает 3 часа в сутки, нагревает теплоаккумулятор на 1500 литров, и это тепло раздается по всему дому. Потом наступает следующий день, и происходит то же самое. Ну, если бы это делал я для себя, я бы, конечно, поставил рядом еще один теплоаккумулятор, у меня бы было бы их два по полтора, и тогда я бы один день топил, и потом еще один день бы жил вообще спокойно, то есть раз два дня бы мы зажигали, и работали бы в 11 дней, не 3 часа, а 6 часов в сутки. Но я этого не нарисовал, иначе вы окончательно поймете, что я, наверное, работаю, немножко подрабатываю торговым агентом по продаже теплоаккумуляторов. Теперь все то же самое, в цифрах, в килограммах и в деньгах. В килограммах и деньгах. Значит, минимальная, минимальная работа в межсезонье, нам надо каждый день вкладывать сутки, извиняюсь, не день, 24 часа, вкладывать 156 мегаджоли тепла, это 530 литров воды нагретой от 20 до 90 градусов Цельсия, поэтому я предлагаю полтора куба теплоаккумулятора, этого тепла вам хватит на 3 дня. при межсезонье, при межсезонье, в нормальный день, 5 киловатт мощности, 3600 секунд в часу, 24 часа в сутках, и того, нам надо вложить в этот дом 432 мегаджоли, то уже 43 килограмма дров, хороших, очень качественных, сухих, 20% двухлетней сушки дров. щепа, извините, извините, ребята, я не знаю, как сделать котел, работающий на сырой щепе, мощностью 40 киловатт, боюсь, что такого и никто не знает, так что тут нам придется топить достаточно дорогими дровами. Считаем, считаем деньги, считаем деньги. Значит, котел 40, средняя украинская цена, это 40 тысяч гривен, здесь я взял коэффициент не полтора, а 1,3, ну, потому что, знаете, для того, чтобы сжечь 20% влажности, то есть очень сухие дрова, ну, тут не нужен супер-пупер котел, вообще говоря, обычный пойдет, ну, ладно, я же вам обещал, что мы считаем на хорошие коры, значит, 1,3, следующая цена, 1,3, это, опять же, восстановительный ремонт на 15 лет, докупить чего-то, и того, получается, что котелок нам обходится аж 68 тысяч гривен, цена 2018 года, еще раз повторяю, кто не успел услышать, теплоаккумулятор на полтора куба стоил тогда, я уточнил, примерно 15 тысяч гривен, и того, наше оборудование стоит 83 тысячи гривен. Дальше все понятно, 33 килограмма дров в день, 120 дней отопительный сезон, при работе на средней мощности, 15 лет, тонны, кубы, все перед вами, все перед вами, в результате, в результате, котел, плюс теплоаккумулятор, плюс восстановительный ремонт, поддержание котла, в общем, котельная стоит 83 тысячи, дрова, топлива на 15 лет, 167, и того, 250 тысяч гривен, стоимость тепла в вашем доме за 15 лет. А если вы не будете упрямиться и пойдете в колхоз, то это будет 98 тысяч. Вот, пожалуйста, смотрим, все то же самое вам показано. Ну, то есть, я просто взял стоимость топлива, который съедает, котельная стоимость, самая котельная, 300 тысяч, поделил на 14 потребителей, получил 98 тысяч. Вот так оно выглядит. Что я вам скажу? Я, конечно, понимал, что колхозы, это правильно. Оно технически правильно, мы не эксплуатируем маленькие котелочки. Оно правильно, потому что мы не разжигаем котелок, циклок киловаттный, каждые два дня, даже хотя бы два дня. Я понимал, что это правильно, но я никогда не думал, что это окажется еще настолько экономически выгодно. Настолько это экономически выгодно, создавать мини-теплоцентраль на 10, 15, 20, 30 потребителей. Не ожидал я, что так окажется интересно, но вот так оно оказалось. Это гораздо дешевле, чем ставить у себя дома котел, аккумулятор, закупать, завозить, таскать дрова и так далее. Да, конечно, что-то будет стоить теплотрасса, поэтому я там, видите, нарисовал что-то еще, понятия не имею, сколько это может стоить, в условиях Украины кинуть теплотрассу на несколько десятков метров, но в любом случае это не десятки, и тем более не сотни тысяч гривен, наверное, эта труба с красивой, современной, вот эти вот, как-нибудь там, с корлупками теплоизоляции будет стоить. Не менее меня удивила, конечно же, правая часть по поводу пилет. Это значит, что мы закончили с вами второй семестр и переходим к третьему семестру. Все меняется, ну или, по крайней мере, многое меняется, когда в нашем правдивом рассказе появляются пилеты, тревесные топливные гранулы. Что такое пилеты? Пилета – это очень сухое, круглое и скользкое, очень маленькое полено. Полено. То, чем топят, то, чем топят. Дрова покулутые. Еще раз. Очень сухое, круглое и скользкое, очень маленькое полено. Эти три особенности, характеристики пилеты объясняют все ее достоинства, недостатки и почему она стала так бойко и бодро применяться. Из того, что она сухая, а пилеты не может быть влажной, потому что сама технология изготовления такова, что там на одном из этапов ее нагревают до температуры, то, из чего ее делают, 250 градусов и более. При такой температуре, естественно, никакая влага не уцелет, все улетит. Ну, обычно пилеты считаются не более, не более 5% влажности. То есть, это суперсухое полено, соответственно, полено, которое великолепно горит. Вообще, главная проблема сжигания тревесина – это вода. Опять же, на следующей серии вас адресуем. Вот. Поэтому пилеты замечательно горят и выдают довольно много тепла. Ну, то есть, если килограмм сухих 20% дров выдает 14,5 мегаджоули, при полном сжигании, то из пилеты нормально можно получить, ну, допустим, 17,5. Первое. Второе. Круглая и скользкая. То, что она круглая и скользкая, означает, что она буквально течет, как вода. Ее можно просто из ведра наливать в бетон. И вот эта ее текучесть, то, что она уже близка по свойствам своим эреологическим к воде, к жидкости, позволяет делать механическую подачу пилеты в зону горения. Причем достаточно простым способом. Шнековым транспортером. Ну, это мясорубка. Шнек. Вращается такая спираль, и она подает туда-сюда, эту пилету гоняет. То есть, мы можем механизировать процесс подачи топлива достаточно простыми, дешевыми способами. А третья составляющая, она маленькая, маленькая полена. И вот именно маленький размер этого полена, называемый пилетой, и позволяет создавать пилетные горелки очень маленькой мощности. Вот то, чего совершенно невозможно было бы добиться с дровами или даже щепой, то замечательно происходит в пилетной горелке. Вот она перед вами. Вот перед вами пилетная горелочка. Причем, эта горелочка, имейте в виду, на 10 киловатт. Что мы видим перед собой? Мы видим перед собой бабушкину печку. Вот так и была сделана правильная столетиями отработанная деревенская печка-каменка. Под, ну, под, это называется под в печке, там колосниковая решетка, толстенные своды, толстенные керамические своды, которые аккумулируют тепло и благодаря которым весь этот топочный объем, вся эта камера сгорания пронизана мощнейшими потоками красного излучения, замечательно, там все горит, только вместо бабушки, которые полежки один за другим засовывают, там мы видим в глубине шнег, какого шнег туда потихонечку и подсыпают. То есть, это печка-каменка, печка-каменка, уменьшенная до таких крохотных размеров, которые позволяют получить необходимую энергонагруженность даже при малых мощностях. Вот то, что вы видите перед собой, я так, ну, примерно померил линеечкой по имеющимся размерам, у меня там получилось 450 киловатт на метр квадратный теплонагруженность. А я вам говорю, что надо начинать хотя бы 250. Обмерив много пилетных горелок, я понял, что 450 это вовсе не предел, там бывают и 500, и 600, и 700. То есть, маленькие размеры пилетного полена, в кавычках полена, позволяют на крохотной площади, в крохотном объеме, получать огромные, недостижимые в дровяном котле уровни теплонагруженности, соответственно, оно все хорошо горит, а плюс там оно еще почти что абсолютно сухое, и все это прекрасно работает, и все это прекрасно работает, и вот тут-то мы действительно можем получить горелку с мощностью 10, а может быть и 7,5, ну, не знаю, как уж там насчет 5, но, в общем, да, мы можем получить эффективное качественное сгорание в горелках очень маленькой единичной мощности, что и позволяет решить проблему, то, которую мы обсуждали в предыдущем, втором семестре, проблему отопления индивидуального дома, при всем при этом должен вам сказать, что я категорически не люблю пилеты, вообще пилеты просто оскорбляют мой разум, потому, как, ну, дикая, это, на мой взгляд, идея, дикая идея, взять древесину, которая способна сама гореть, потратить уйму сил и времени на то, чтобы из этой древесины сделать изделие, изделие сложного промышленного производства, а потом это изделие взять и сжечь. Как, по-вашему, появляются пилеты? Сначала бревно, потом бревно превращается в щепу, окей, потом щепа превращается в мелкую щепу, потом мелкая щепа сушится, потом высушенная, это энергозатрата, щепа превращается в древесную муку, потом древесная мука обрабатывается горячим паром, опять энергозатратой, потом это месиво прессуют, прессуют при таких давлениях, чтобы она разогрелась до 250 и более градусов, расплавился леднин, входящий в состав древесины, чтобы она слиплась, ее же никаким клеем не склеивают, потом это дело прессуется, выходящая оттуда вот эта бесконечная проволока, деревянная, назовем ее так, стремительно охлаждается, опять энергозатраты, леднин засыхает, она твердеет, ее нарезают, то есть сложный энергозатратный, требующий постоянной регулировки автоматически и так далее, комплекс, в результате которых мы делаем некое изделие для того, чтобы его сжечь, это оскорбляет мой разум, и кроме оскорбления разума, я считаю, что только, только и исключительно на малых мощностях, то есть горелочки, там 10, 15, 20 киловатт, то есть отопление индивидуального дома, это, на мой взгляд, единственная ниша, где использование пилетов в качестве топлива оправдано. Пилетные котлы на большую мощность не имеют, на мой взгляд, права на существование. Если вам надо 200 киловатт, жгите щепу. Все технологии, позволяющие жечь сырую щепу, придуманы, все это можно сделать, по деньгам это будет в разы, в разы дешевле, в разы дешевле. Опять же, отвечаю на вопросы зала, что все идиоты, а Салонин умный? Нет, ребята, как бы, как бы не наоборот, все умные, все умные. И пилеты появились именно от большого ума. Смотрим на экран, кому охота читается с экрана, нажмите на паузу или просто послушайте меня. Замечательная история про умных людей. Значит, в маленькой стране Эстония, был, не знаю, дожила ли она до нашего дня, это сообщение 19 июня 1917 года, была компания Граану Инвест, которая стала крупнейшим в Европе, да, и крупнейшим в Европе производителем древесных топливных гранул, то есть этих самых пилет. Значит, эта огромная компания решила, что, ну, что мы мучаемся и ищем все время покупателя. Давайте купим покупателя. В результате они купили в Бельгии огромную теплоэлектростанцию мощностью 656 мегаватт. Ну, чтобы вам было понятно, Днепрогресс, про который написано 100 500 романов, песен и так далее, Днепрогресс, это всего-то 450, если я не путаю, мегаватт был, по крайней мере, в начале. Вот, это 656, то есть гигантская тепловая электростанция, которая работала в Бельгии на угле. Они ее купили для того, чтобы на эту теплоэлектростанцию продавать ей свои собственные топливные гранулы в небольшом объеме 1,8 миллиона тонн в год. То есть одна рука продает, вторая рука покупает. А где же гешефт? Хотите вы спросить, гешефт? Гешефт, естественно, в кармане налогоплательщика. Каковой карман превращается в бюджет? Предполагалось, что в обмен на то, что они заменили на электростанции уголь на пилету, бельгийское правительство будет в год давать 2,2 миллиарда миллиарда, я не оговорился, 2,2 миллиарда евросубсидий. То есть мы покупаем покупателя, покупатель забирает из бюджета 2,2 миллиарда в год, эти 2,2 миллиарда в год отдает нам же из правой руки в левую, покупая у нас пилеты. Вот так и устроен пилетный рынок. Он устроен именно так. Во главе этого рынка наконец с шашкой несется Грета Тумберг, объясняют всем про экологию, про то, что оказывается СО2, который возникает при сжигании пилет, это какой-то другой СО2, это не тот СО2, который возникает при сжигании угля. Вот, и все так было бы хорошо, но наступил черный день, и бельгийское правительство сказала нет. Нет, мы не идиоты, мы понимаем, мы понимаем, что СО2 тот же самый, поэтому 2,2 миллиарда вы не получите. Хотите сжечь пилету, ждите пилету, покупаете ее по нормальной рейне, что цене, ждите, мы что против, что ли, ждите пилету. В результате крупнейший производитель пилет обанкротился, а для маленькой страны Эстония, а в Эстонии, понимаете, такие странные привычки, там все платят налоги, и этим гордятся, еще друг другу рассказывают, сколько в этом году заплатил. Поэтому для такой страны, у которой нефти нет, газа нет, никеля нет, хрома нет, никакой халявы нет, а жить надо на доходы от налогов, бюджет складывается, то потери крупного налогоплательщика это вообще был такой большой, грандиозный, ну такой, не то чтобы катастрофа, но серьезная проблема в экономике. А тем не менее, бельгийцы своей электростанции не дали, немцы, например, своим бюргерам дают, смотрим, что мы видим, 11 июня 2016 года, агентство Инфобио сообщает о том, что немецкое правительство дарит, дарит из бюджета 7800 евро каждому домовладению, которое готово заменить нефтяное топливо пилетами, субсидия выделяется для пилетных котлов мощностью 15 киловатт в размере 4200 евро. Ну, скажу я вам, что даже по бешеным немецким ценам 4200 евро это практически котел бесплатно. Это практически котел бесплатно. А также государство доплачет еще 3600 евро за создание пилетного склада рядом с домом и установку солнечной батареи. Вот так они и живут. То есть весь этот пилетный бум держится, и не просто держится, а еще и надувается этот пузырь, пузырь лучше сказать, надувается исключительно на госдотациях и на субсидиях. В условиях честного рынка пилета будет неэффективно, экономически нецелесообразно всегда и везде, за исключением того единственного случая, который я сказал. Когда благодаря тому, что это маленькая, маленькая, круглая, скользкая полена, удается сделать горелочку малой единичной мощности и на базе этой горелочки малой единичной мощности до 10 киловатт сделать отопительный котел для маленького индивидуального дома. Все остальное, на мой взгляд, на больших мощностях о пилетах надо забыть, тем более, что в Украине это не надо доказывать. Это не надо доказывать, никто никаких субсидий вам давать, я так понимаю, не будет. И я думаю, что сильно объяснять нецелесообразность перехода от щепы к пилетам в украинских условиях и не приходится. Конец третьего семестра. Прежде чем мы на сегодня закончим нашу очень большую лекцию, практически академическая пара уже получается, я все-таки должен сказать несколько слов о двух других типах топлива, вполне доступного в Украине, и, соответственно, целесообразность и нецелесообразность их использования для отопления индивидуального дома или объекта малого бизнеса, коммунального объекта, сельской больницы и так далее. Это торф и отходы сельхозпроизводства, агроотходы. Сразу же смотрим на картинку и мы видим, что вообще говоря, торф это умирающая тема, это умирающая тема. Мы смотрим, смотрим, вот так, Россия есть 5% мирового, значит, добычи, Беларусь есть 10%, Украина вообще даже не видно, вообще даже не видно. Смотрим следующий табличку, здесь уже с тоннами, тут уже мы даже видим Украину. Мы даже видим Украину, доля торфа в национальном энергобалансе Украины 0,2%. А надо ли по этому поводу расстраиваться? Ну, давайте попытаемся подумать. Вообще Советский Союз, ну, цифры видятся, мировой лидер Финляндия 8 тонн в год, Ирландия 2 место 4,8 тонны в год, Россия 3,2 тонны в год, цифры 2005 года. Советский Союз в год жёг 150 миллионов тонн торфа, и я не оговорился. 150. Вообще в России лежит 175 миллиардов залежи торфа, то есть даже при такой добыче это хватило бы на тысячу с лишним лет. Однако люди от этого почему-то отказались. А причина этому очень даже понятная. Значит, в каком виде может существовать топливный торф? Да, вы можете отложить калькулятор листок и карандаш, формулы закончились, сейчас у нас просто беседа. Так вот, топливный торф может существовать и двух видов. Так называемый фрезерный торф или торфяная крошка. Это такая чёрная рыхлая масса, больше всего похожая на землю, рыхлая мокрая земля. Поверить в то, что это горит невозможно, и оно действительно не горит. Ни в каких устройствах малой мощности, даже средней мощности сжечь торфяную крошку сжечь. Нормально, экологически, чисто, эффективно невозможно. Это только для огромных котлов, это мегаватты, десятки мегаватт, а в частности Ирландия, которая на втором месте в мире практически весь свой торф жгёт на трёх огромных теплоэлектростанциях. И, к слову говоря, они уже запретили разработку новых месторождений у себя в Ирландии с 30-го года, с 30-го года 8 лет осталось, запретят вообще добычу торф в стране. То есть, про фризерный торф мы забываем. Это дёшево, но это не для нас. Второй вид торфяного топлива это торфабрикет. Торфабрикета в Украине много. Я провёл много часов, сидя на карачках перед большой кучей торфабрикета и замеряя влажность одного за другим. Я отбирал самые влажные. Мне надо было для испытаний самые влажные. В результате просидевшим в такой позе я вам должен доложить, что брикеты нормальные. Нормальные брикеты 25-30% влажности. Брикет делают украинские производители. То есть, это такое полусырое, полусухое полено. Это такой размер брикетик меньше кирпича. Это, по сути дела, вы сжигаете дерево, топите дровами. Только это дрова не 20% влажность, а 30% влажность. То есть, немножко такие, немножко сыроватенькие, всё-таки сыроватенькие дрова. Это нормально горит. Для этого не нужно какой-то супер-пупер котёл. Это вполне нормально горит. По деньгам это выгодно, потому что спрос на него небольшой. Торфа в Украине полно. Торфабрикет купить можно, топить им можно, но, на мой взгляд, не нужно. А почему? Потому что бывает верховой торф, низовой торф. Верховой формируется за счёт дождя, который лил с неба в течение тысячи лет, а низовой формируется за счёт грунтовых вод в течение тех же тысячи лет. Короче говоря, в Украине 95% украинского торфа это низовой торф чудовищно большой зольности. Чудовищно большой зольности. Украинский торф очень зольный, возить торф как вы понимаете из каких-то других стран это овчинка выделки не стоит. В результате все, кто топил торф фабрикетом знают, два ведра в печку, одно ведро золы из печки. И вот это огромный выход золы, а золу жечь, извините, нельзя. Зола это минеральный остаток, это песок, песок другого минерального состава, её нельзя жечь, она будет высыпаться, и тут количество приходит в качество. Во-первых, вам нужен огромный зольный ящик. Простой такой, огромный зольный ящик, если из полена получается полпроцента, один процент по массе золы, то здесь у нас 20%, это сколько раз, 40 раз больше, нужен огромный зольный ящик. Зола проваливается через холостниковую решетку в виде раскаленного до 700-800 градусов порошка. Дышать этим порошком нежелательно, а самое главное, в порошке сидит энергия. Вы понимаете, вы 25% всего, что вы загрузили туда, вы что, собираетесь это вытащить и выкинуть, нагретые до 800 градусов, вы теряете огромное количество энергии. Если у нас большой мегаваттный котел, там все решается, механическое непрерывное удаляется, заливается водой, там идут рекуперации тепла и так далее. На мегаваттных мощностях все это получается, на малых мощностях это не получается. В общем, головняка много. Если у вас котел средненький, а не очень хороший, то у вас еще будет очень неприятный запах дыма, к вам придут соседи и скажут все, что они об этом думают. Нет, разумеется, если у вас весь газовый тракт со системой сжигания, завершаются камеры дожигания, керамические, внутри которой белые, даже не пламя, а белый свет, тогда никакого запаха не будет. Ну, такой котелочек денег стоит еще, где вы его найдете. Короче, я бы сказал так, только в том случае, если вы собственник частного дома в сельской местности, у вас свой участок, минимум полгектара, то есть вам есть куда эту золу девать. Вы пенсионер, у вас много свободного времени, вы любите работать руками, ну, тогда можно связаться с этим геморроем, топить торфабрикетом, где-то найти, заказать какой-то котел с огромным зольным ящиком, оттопились, за ночь оно остыло, тепло из золы ушло в воду, хорошо, утром достали, водой из леечки полили, лопаткой выложили в бочку, в бочку, вторую бочку, и весной всю эту золу вынесли в свое поле, в свои 50 соток или там гектар ваш в качестве удобрения. Ну, в таком случае да, опять же, если рядом с вами расстояние 10 километров, этот торфабрикет можно купить. Всем остальным я бы от честного сердца не советовал даже вспоминать это слово под названием торфабрикет. А вот теперь-то мы переходим к главному. В конце главное это агроотходы, отходы сельхозпроизводства. На мой взгляд, и нет, и не мой взгляд, это мнение всех специалистов, в том числе есть и целая ассоциация биотопливная Украины, это их мнение, табличка, которую сейчас вы видите, конечно же, оттуда, не я ее считал. Именно здесь заключено светлое и теплое энергетическое будущее Украины. Смотрим на картиночку и видим. И мы видим, какой колоссальный объем агроотходов имеется у Украины. То есть вот два, три, четыре, пять, верхние пять строчек это всякие виды агроотходов. Ну, для тех, кто по-украински не читает, соломы зерновых культур, соломы рапса, отходы производства кукурузы на зерно, то есть стеблое вот этому кочеришкам, отходы производства подсолнечника, стебли и корзинки и они это назвали вторичными отходами лушпеня саняшника. Я это слово выучил первым на украинском языке. Лушпеня саняшника это шелуха подсолнечника. Из нее получаются замечательные пилеты горят просто на ура. А вот ниже две строчки это разные виды древесной биомассы. Дрова, порубочная остатия, отходы с дирообработкой, сухостой и так далее. Смотрим, что в 2015 году было доступно для использования в энергетике. Я это естественно для вас посчитал и сейчас простите откручу и вам скажу, что там у нас получается. Агроотходы совокупно 8 миллионов, 8,12 миллионов, а все виды деревяшек всяких, дроващи, подходы, порубочные остатки и так далее 2,42. То есть агроотходов, отходов сельхозпроизводства в Украине в 4 раза больше располагаемого потенциала, чем все древесины, пригодны для сжигания. И вы еще, пожалуйста, посмотрите на серединочку. Часть доступная для энергетики в процентах. А что это она такая маленькая? Она потому такая маленькая, что природа она же все как по-другому сделала. Сделала растение выросло, потом солома осталась в поле, стебли кукурузы остались в поле, они перегнили, и микроэлементы, которые там находятся, соли, натрия, калия, ушли в почву. Так почве и надо. Если мы все это соберем и сожгем, и залу назад не отдадим, то тогда почве будет нехорошо. Поэтому пишут, что надо сжигать не более 30-40%. Если же мы с вами еще научимся эту залу возвращать после сжигания, залу возвращать назад в поле, так мы еще сможем и больше использовать. И в любом случае сейчас это огромный потенциал, это 8 миллионов тонн в год, причем заметьте, это тонны нефтяного эквивалента, это не тонны веса, это тонны нефтяного эквивалента. То есть можно таким образом заменить такое количество миллионов тонн нефти. И вообще говоря, если не все, но большую часть индивидуальных домохозяйств, домостроения просто можно перевести на отопление агроотходами. Так что же мешает? Что же мешает в Украине сельхозпроизводство, мощнейшее первое место в мире до войны было по экспорту подсолнечного масла? Что же мешает? А мешает вот что? А мешает вот эта вот химия. Мало того, что физику, еще пришлось даже химию узнать. Температура плавления окислов. Так вот жестоко с нами поступила природа, что деревья, деревья, из которых получаются дрова, полено и щепа, у них зола состоит главным образом из окисей кальция и магния. И там температура плавления, как видите, больше 2000 градусов. Но такую мы никогда в котле не получим. А вот то, что мы едим, пшеничка, ячмень, кукуруза и так далее, то, что мы едим, имеет другой состав. У них там в золе сидит окись калия и окись натрия. В этих окисях температура плавления аж 800 тысяч. И все, и мышеловка соглушительно с крижетом захлопывается. Вот перед вами главная таблица, главная диаграмма, которая объясняет, почему такой великолепный ресурс топлива, как агроотходы, пока не может быть использован с толком и веден в действие. Значит, что мы видим? Ну, справа от нас по вертикальной оси температуры. Я провел две линии. 800 градусов и 1200 градусов. Что это такое? Ну, 800 – это тот минимум, который должен быть внутри нормальной работающей камеры сгорания. В котлах это называется топка. 1200 – это тот максимум, выше которого вы не получите, даже если очень сильно захотите. Это сложно. 1200 – это уже действительно белое пламя. Вот в этом диапазоне находятся температуры внутри вашего котла. А теперь смотрим, почему они такие разноцветные. Вы не представляете, насколько сложной является теория и практика плавления золы, сколько там всяких слов. Начало размягчения, начало полусферы, четверть сферы, полной сферы, наконец, полное растекание. Короче говоря, нас интересует желтое. Желтое. Если зола уже оказалась в зоне там, где желтое, все, это уже опасно, у нас уже начинается растекание плавящейся золы. И что мы видим? Мы видим, что любое деревесина за этими пределами, именно поэтому и вы, и ваши дедушки, бабушки, уважаемые прадедушки жгли дрова, и никогда даже в голову им не приходила мысль о каком-то плавлении золы. Температура плавления золы древесной гораздо выше, чем реально достижимая в котле температура. А вот солома зерновых и вышеупомянутая лушпеня саняшника, шелуха подсолнечника, вот тут мы уже находимся на грани. На грани. Или мы должны душить горение и переводить его, как в глубоко ненавидимых мною котлах довготревалого горения, переводить в тление, то есть вонять все село или у нас начнет плавиться зола. Плавление золы это абзац, то есть это получается, я все это дело видел, такой, понимаете ли, кисель, представьте себе такой мерзкий кисель, который налипает на металлический пруд, только киселя это температура градуса 800, потом это дело залепляет, конечно, все воздухоподающие отверстия, все гаснет, сначала воняет, потом гаснет, и внутри у нас вся колосниковая решетка, все вообще внутри камеры сгорания залеплено такими страшно непонятной формой окаменевшими камнями. Однако не все так ужасно, как оно кажется. Еще раз внимательно смотрим на эту картинку, она очень важна. Солома репаку, то есть рапсовая солома, рапса в Украине выращивается достаточно много, тут мы видим желтенькое выше, чем 1200. То есть это вполне может сжигаться в обычных, так сказать, нормальных котлах. То есть если сделать пеллету, например, из этой соломы, она может работать, ее можно сжигать в обычной пеллетной горелке. Кукуруза, хорошая вещь кукуруза, практически все, что от нее остается, стебло, очеришка, и в частности даже зерно кукурузное имеет температуру плавления, видится, порядка тысячи и более. То есть если следить за работой и не допускать чрезмерного перегрева, ну а больше и не надо, больше чем 900 ни зачем не надо, то можно вполне сжигать отходы кукурузного производства и в котлах, рассчитанных на щепу, ну то есть прорубить стебло и получится что-то очень похожее на очень влажную щепу. Как сжигать влажную щепу, я знаю, я вам расскажу, если надо. Это решаемая задача. К сожалению, солома и эти самые Лушпеня Саняшникова, а их много, а их в Украине много, их сжечь в имеющихся устройствах нельзя. Хотя, разумеется, их в Украине жгут за милую душу. И с кем поговорить никто даже не понимает, а в чем проблема. Что плавится, когда плавится, какая зола, ничего не плавится, никаких проблем. Все проблемы в Украине решены, решаются они очень просто. Топка душится, топку душат, создают там искусственно некачественно неполное сгорание, поддерживают сгорание в режиме медленного низкотемпературного тлиния, да, при этом, конечно же, вроде бы зола не плавится, но так работать нельзя. Надо решать вопрос, над этим работают, работают и работают. Есть множество разных технических решений, о чем мы будем говорить далее, но пока нормального, нормального технического решения, нормального, надежного механизма сжигания насол, ну, то есть пилет, растительных агропилет, сделанных из такого сырья, где низкая температура плавления золы, пока не найдено, пока не найдено. Но еще раз повторяю, есть такие замечательные вещи, например, рапсовая солома или стебло кукурузы, а это полным-полно в Украине, которое вполне можно сжигать просто как обычную древесную щепу. И те, кто имеет к этому доступ, опять же, я адресуюсь к руководителям центральной громад, если у вас там агропроизводство есть, это вполне себе рабочая схема. Вот на сегодня все. Вам остается поблагодарить меня за уйму полезной информации, которую вы получили, а мне сказать вам спасибо за внимание. Продолжение следует...